Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск Монет и Кладов. Сегодня у меня очередной поисковой день. Еду я на место, где в прошлый раз комрады нашли клад. Буду продолжать искать со своей программой, которая и глубокие сигналы обнаруживает, ну и просто буду изучать досконально это место. Монеты там были найдены, известно, что там стоял дом офицера. Я на этом месте уже копал неоднократно, но находки всегда там есть, потому что невозможно, как говорится, все выкопать. И сегодня мы там, друзья, поищем еще раз. Так что сейчас на место приеду и все вам покажу. Нашел сейчас здесь на обрыве сигнал. с показаниями 12.26, 12.23. Сейчас мы будем его копать, смотреть, что там у нас лежит. Прошлый раз здесь вот копал я чуть дальше, там фундамент стоял. Так, где-то здесь. Где-то здесь. О, нашел. Советская двушка. Две копейки, 29-й год. Первая находка у нас 2 копейки, 1929 года. Уже зелень на монете пошла. Ну, это все почистится. Я советские монеты в основном почти не трогаю. Они в основной массе всегда чистые. Поэтому, если кто-то знает рецепты чистки советских монет, то пишите в комментариях. Друзья, посмотрите и послушайте этот сигнал 12.26 показания. Не знаю, как я здесь ходил в прошлый раз, но что-то пропустил. Поэтому давайте будем смотреть. Вот сколько уже раз приезжаешь на такие места, вроде бы всю полностью территорию пройдешь, однако через некоторое время возвращаешься, а монеты всегда попадаются. Одну, две да найдешь. Так. Сейчас прозвоним. Так. Что-то я не выкопал, походу. Так. Прозваниваем металлоискателем теперь. Так, что-то здесь у нас. Результат долго не заставил себя ждать, друзья. Монета. Итак, ваши ставки, дамы и господа. Что у нас тут будет за монета? Так, перчаткой мокрой. Сейчас аккуратно протрем. Ну, это 3 копейки. Это у нас 3 копейки Николая II. Может быть, чуть раньше периода. Ну, 3 копейки просматривается. Сейчас я водой помоем, посмотрим. Монета у нас 3 копейки. 1904-й, либо 1901-й год. Николай II, император российский. Санкт-Петербургский монетный двор. Здесь внизу надпись. Ну, а здесь орел двуглавый. Такая вот находка. Вся территория усыпана камнями и кирпичами. Здесь стоял дом. По этим большим валунам можно сделать вывод, что именно здесь дом располагался. На этих камнях дом стоял. Ну, а вот тут, видимо, была печка. Видите, камни и кирпичи раскиданные. Скорее всего, когда дом ломали, все это развалилось. И вот здесь поймал еле-еле уловимый сигнал. очень глубокий. Сейчас я его буду копать. Ну, сигнал такой нестабильный. Но копать надо. Здесь он все в камнях. Как раз на фундаменте копаю. Ох, что-то уперся в что-то. Ох, что-то. Камень какой-то. Блин, копал-копал столько. Листочек железа. Ну, глубоко лежал. В цвет давал, видимо. Исследую сейчас с металлоискателем фундамент. Здесь располагается по периметру 4 камня. Боку от меня и здесь передо мной. То есть здесь массивный довольно-таки дом стоял. И, скорее всего, был деревянный. Потому что раньше строили на совесть. Они долго очень стояли. И хожу здесь по фундаменту. У меня находочка. Но находка не царская, а более современная. Советская пуговица. Советская пуговица с пятиконечной звездой и гербом. Вот такого плана. Известно, что здесь военный жил, да? Но пуговица не относится к царскому переводу. Возможно, потом внуки тоже продолжили по профессии так же работают. Потому что раньше и династиями целыми были военными. И вот находочка у нас нашлась. Уловил очередной сигнал. 14.43. Очень-очень глубокий сигнал. Здесь на фундаменте, между прочим. Так что давайте посмотрим. Нередко возле фундаментов, возле заваленки, закапывали клад. И плюс закладные монеты могли выпасть, когда разламывали, разбирали дом. Вот она, друзья. А я ее уже вижу. Это у нас, судя по всему, монетка. Да, смотрите. Нифига себе. Сибирская. Сибирка. 1771 год. Деньга. Неплохо. Неплохо. Это совсем неплохо, друзья. Сибирские мне нравится копать. Вот такая вот находочка. Ничего себе я ее со штыка взял. Практически. Вот здесь же уголь идет. Видимо, мусорка была раньше. Все это выкидывали. Камни, уголь. Вот здесь все. И монеты вот среди камней. Ну что, друзья. Очередной сигнал 1531. Нестандартный сигнал. И что интересно, тут уже чья-то ямка рядом есть. Может быть пропустили, а может рядом выкинули. Есть такие камрады, которые здесь же выкидывают, где выкопали. Так, что-то зацепился. О, блин. Оправа от бочки. Раньше деревянные такие бочки были круглые. Из досочки сделаны. И вот это оправа, скорее всего. Вот они клепки. Ладно, берем на металл. Не хотел снимать этот сигнал, так как он был абсолютно вообще нестабильный. Еле-еле показания улавливались. Но решил копнуть, а когда выкопал, у меня он улучшился. И давайте вместе его сейчас посмотрим. Потому что показания были не очень. Видимо, глубоко лежал. Колечко. заготовка для кольца, судя по всему, да? Да, заготовка. С монеты кто-то, видимо, пытался сделать. Но не доделал, потому что грани неровные. Перешел сейчас на третий фундамент, который стоял на берегу реки. Здесь хотя бы немножко какая-то прохлада. На улице жара стоит. И у меня был сигнал. Так, где он был-то? Потерял. А вот. 12-04. Сигнал не монетный, но очень-очень стабильный. Его надо обязательно копать. Здесь вот, получается, ряд домов стоял на берегу реки. Фундаменты до сих пор сохранились. Ну, в советское время их разломали, видимо. Дома эти. Так, что-то здесь. Ну, сигнал 25-25. Интересный вообще сигнал. Я, блин, уже второй раз без пинпоинтера хожу. Оставил его опять. А, элемент конской упряжи. Элемент конской упряжи. Тонкая-тонкая. Ну, скорее всего, здесь лошадей, может быть, распрягали на участке на этом. Огороды обрабатывали раньше лошадьми. Ну, и вот теряли со сбруи. Отрывалось это все дело. По фундаментам надо медленно-медленно ходить. Потому что много мусора. Вот, например, сигнал. Видно по звуку, что глубокий. Но такой топнуть надо. 10.04, как у предыдущей конинки был. Ну, давайте его копнем, че-то. Сейчас здесь ходил, блин, змея ползла. Ну, не разглядел то ли гадюка, то ли обычный уж, но ползла. Ну, я вот за это все время первый раз встречаю змею. Так, че-то мы нашли, друзья. Вот эти. Прям в комке, вот оно. Какая-то застежка. Судя по всему. Ну, и че это? Скорее всего, часы были. Наручные, женские. Ну, вот, находка тоже. Ну, это советская. Видно, что метная покрытая чем-то. Скорее всего, хромом каким-нибудь. Друзья, у меня сигнал 1340. Ну, он такой меняющийся почему-то. 1139. Стеколки. Всякие здесь валяются. Стакан граненый. 100% граненый. Да, вот они грани. Блин, без пинпоинтера, как без рук. Друзья, монетка нашел. Серебро. Серебруха, друзья. Вот он. Вот она монетка, друзья. А вот он, стакан, скорее всего, был. Серебруха. Давно у нас серебра не было. 10 копеек. 68-й год. Или нет, 69-й. 69-й. 1869. Давненько, друзья, у нас серебра не было. Последний раз я 6 грошей польских нашел, по-моему, серебру. А здесь 10 копеек 1869 года. И рядом вот такой стакан граненый лежал. Я вот думаю, может, она в нем была. Потом разбили это все дело. Раньше мелочь советскую, там деньги в стаканах, в сервизах это все держали. И, возможно, потом это все разрушилось и осталось здесь. Вот так раз. Находочки так находочки у нас. Неплохо. Хожу по берегу реки. Здесь огромное количество фундаментов. Вот один из них. И у меня вот тут сигнал, друзья. Выкопал я уже, наверное, на штыка 2. И виднеется, знаете, такая форма, как будто чугунок. Горшок. Я уже докопался до него. Но, к сожалению, еще не вытащил его. Округлая форма. Как его вытаскивать? Надо его полностью обкапывать по-новому. Здесь маленький слишком размер ямки. Сейчас как горшок вытащим с золотыми монетами, серебряными. Екатерины 2. Вот так будет. Находка так, находка. Ну, не, оно даже не шевелится. Даже не шевелится. Огромный какой-то объект. О, ну почти горшок. Почти, друзья, горшок. Почти вытащил. Ну, это, судя по всему, ведро, наверное. Ну, даже не вытаскивай. Горлышко видно. Ну, я сейчас докопаюсь до него. Однозначно. Так, ну что? Вытаскиваем ведро. С золотыми монетами, блин. Ну, такое ведро. Хух, озвучало как хорошо. Ладно, берем. Тоже находка в чермет. Заберем в металл. Хожу и исследую фундаменты. Здесь, смотрите, как крот помогает определять, что здесь когда-то располагалось старое здание или еще что-то. Вот такие куски керамики. Я уже неоднократно говорил, что если приезжаете на место копа, хотите определить по-быстрому, есть ли что-то здесь, ищите горки и крота, и там обязательно вот такие кусочки керамики будут, которые свидетельствуют о том, что здесь располагалось что-то. Лайфхак такой. Ну и у меня здесь сигнал, друзья, был хороший. Монета лежит. Крупняк, судя по всему. Вот она красавица. Вот она красавица монетка. Так, масонская двушка что ли, да? Или копейка? Нет, по размеру это двушка у нас. Вот так. Две копейки масонская. Какой год? Тридцать. Так, тридцать девятый год. Вот тридцать девять. Нормально. Неплохо. Ну вот хожу я здесь уже, наверное, часа четыре. Находки есть, но, блин, жара адская. Для вас-то это пройдет как пятнадцать-двадцать минут ролика, А мне, чтобы вот таких накопать, надо Часа четыре-пять По жаре отходить. Недалеко от предыдущей двушки Обнаружил еще сигнал Похожий. Двенадцать сорок пять. Ну, до этого, правда, я здесь Таких же выкопал еще пробок. Ну и здесь Чем черт не шутит. Может, еще одна двушка будет. Клад мы сегодня, как обычно, не нашли. Но монетки, В том числе серебряные монетки, Мы нашли. Так, ну и где сигнал? Что за чертовщина? Да, е-мое. Кольцо От конской упрыжи. Видимо, сверху лежало сухое Абсолютно. Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск монет и кладов. Сегодня у меня очередной Поисковой день. Приехал я на поиск монет В деревню, Которая располагается За этими-то полями. Там сейчас Осинокос. В прошлый раз Меня туда хозяин пустил. Сказал, смело можно ходить, Искать монеты. И находки у нас там Были замечательные. И сегодня я как раз таки Решил сюда приехать. Однако, друзья, Приехав сюда на место, Путь мне преградил Хозяин тайги Медведь. Не успел я пройти метров пятьдесят По этой лесной дороге. Оставил машину Чуть подальше. Поднимаю свой взор Чуть повыше по дороге. Как раз таки За этими-то полями Располагается деревня, Где мы копали монеты. Там сейчас Синокос. И нам там разрешили Походить, поискать монеты. Но Возле Как раз поворота Стояла медведица С медвежонком С небольшим. Сначала я свистнул, Они на меня Уставились И стоят, смотрят. Я постепенно, постепенно Назад Начал задавать Ближе к машине. Смотрите, тут какие следы Просто они огромные. Я не знаю, Вот моя нога, То есть она Больше человеческого Размера. Это только медвежонка, скорее всего. Где-то я еще больше видел. То есть уже спустя 30 минут я это снимаю. Решил подождать, Чтобы они ушли подальше. Следов здесь куча. И шли они в двух направлениях. То есть и туда, и обратно. То есть я их уже заставил На обратном пути. Вот везде следы. Прям видно отчетливо. Когти. По тропе, по этой. Вот отчетливый след. Наступал. Ступа у медведя Вообще огромная. Вот они, смотрите. То есть этот след В одном направлении, А этот в обратном. Вот они когти как. Ступали. То есть это буквально Вот полчаса назад Они здесь ходили. Вот отчетливый тоже след. Смотрите. Это медвежонок, видимо, был. Вот это я сегодня Поискал монеты. Походил, покопал. Ну что, у меня есть запасной вариант. Сейчас туда поеду. Я думаю, здесь небезопасно. Хоть я и Повзрывал петарды. Все-таки Будем соблюдать технику безопасности. Не хотелось бы С медведем Повстречаться второй раз. Ну вот, да, они отсюда вошли. Здесь прям Отчетливые следы видны Везде на протяжении Всей дороги. Вот здесь тоже следы. Обалдеть. Вот здесь они как раз-таки Часанули от меня В лес. Вот так сюрприз. А деревня вот она Вот здесь начинается уже сенокос. Ладно, здесь сегодня не будем Копать. Придется переехать в другое место. С предыдущего места поиска Мне пришлось ретироваться. Хозяин тайги нас попросил Вежливо оттуда уйти. И сегодня, друзья, Я приехал на запасное место. Здесь особой информации Никакой нет. По месту, где сегодня Буду копать монеты. Однако знаю, что здесь Чуть ниже стоит деревня. Скорее всего, здесь тоже Располагались дома. Может какие-то строения. Потому что мы на него Случайно наобрели. Ходили также по полю С металлоискателем. И находки зацепили За небольшой такой квадрат. Находки здесь попадали. И поле довольно-таки обширное. И сейчас у меня, друзья, Первая находка. Монета. До этого я покопал Тут проволоки и всякое Шмуртика много. А здесь выпала находка. У нас, судя по всему, Это у нас полушка сибирская. Полушка у нас оказалась 1771 года. Самый распространенный год. Ну, и также еще 69-й и 68-й Распространенная. 70-й бы найти. Тоже у меня В коллекции, по-моему, Одна и то в плохом состоянии монета. А здесь 71-й. Видимо, в этот год Очень много завезли их сюда, В Сибирь. Ну и, кстати, Хорошее состояние. Судя по всему, Здесь мало обрабатывали. То есть, Земля ничем не удобрялась. Друзья, Хороший сигнал 12-39 12-39 Такие я сигналы люблю. Земля здесь вообще отлично. Ну да, 12-39 Давайте поближе посмотрим. Камеру давайте переключим. Вот так, Чтобы было видно. Так. Вот так. А, блин. Это облом, друзья. Смотрите. Это у нас Медная какая-то штука. Механизм какой-то. Шестеренка. Скорее всего, часов. Да. Ну, женела как монета. Ладно. Тоже находка. Берем в цветмет. Буквально полчаса назад, друзья. Я вот здесь нашел полушку сибирскую. Закопал ямку. Иду в обратном направлении. А у меня вот тут новый сигнал. Вы представляете, Вот как я ходил. Я же ведь тоже здесь катушкой прозванивал. Однако, Отчетливый сигнал 1047. Показания металлоискателя. 0848. То есть, скорее всего, катушка металлоискателя под другим углом встала. И, следовательно, угол другой. Ну, земля более-менее нормальная. С камнями только здесь все это дело. Ну, вроде выкопал. Так, где-то здесь. Давайте будем смотреть. На улице у нас уже, друзья, Близится осень. Скоро будет осенний поиск монет. В те места, которые я планировал Осенью посетить. Нифига здесь какие Кусочки керамики лежат. 0149 сигнал. Есть монета, друзья. Рядом с полушкой сибирской У нас еще монета была. На этот раз тоже сибирская. Да, сибирская копеечка только. Копейка сибирская. Сохран, друзья, бомба просто. Просто бомба. Смотрите, какой рельеф. Сохран у монеты будет бомбовый вообще. 1776 год. Или 75-й, что-то я не пойму. 76-й год. Да, 1776 год. Сохран, смотрите, какой красивый. Даже мыть особо-то не надо. Вот монета, так монета. Смотрите, вот все рядом. Положка и сибирка. Копейка лежала. Скорее всего, может, с кармана выпали потеряшки. Сегодня я изучаю с металлоискателем небольшой пригорок. Такой он стоит чуть выше основной деревни. И здесь что располагалось, абсолютно никакой информации нет. Но, однако, монетки здесь попадаются. Есть предположение, что тоже какие-то дома на отшибе деревни стояли. Впоследствии исчезли. И у меня где-то здесь был сигнал. 12-13. Так обычно православные старобрядческие крестики показывают старинные. 12-13. Так что давайте будем посмотреть. 10-13. Такой меняешься. 11-13. Может, православные крестики, кстати. Тоже они так же пищат. С такими же параметрами. Нет, это у нас... Это 2 рубля. 2 рубля ходячка. Кто-то, видимо, здесь ее потерял. Да. Потеряшка. Ну вот. Хотя бы 2 рубля. Перешел немножко чуть повыше. Тоже здесь находки были в свое время. Свежих ям вроде не видно от кладоискателей. Однако у меня сигнал, друзья. Сейчас я хочу вам его показать. Так, где он у меня здесь? 0-1-37. 1-47 такой, знаете, скачущий. Скорее всего, с железом рядом лежит. 1-46 даже. Поэтому давайте будем копать, смотреть. Ох, а тут уже, знаете, с камнями, судя по всему, почва. И ближе к горе. Может быть, какая-то смотровая площадка раньше была. У меня такое предположение. Так как деревня старая. Так. Давайте. Сигнал вообще исчез. А, нет. Где-то здесь. Не выкопал. Есть, друзья. Выкопал. 1-47. Давайте камеру поближе поставим. Так. Камеру поставили. Теперь давайте будем смотреть. Тут все с камнями. Так. Что-то в руку взяли, друзья, сигнал. Здесь у нас. Есть, друзья, монетка. Монетка, монеточка. В коконе, в таком земляном. Копейка. Александровская копейка. Вижу надпись уже. Ух ты, пальцем лучше не тереть. Пальцем лучше не тереть. Патину все стер, смотрите. Так лучше не делать. Лучше ее помыть аккуратно и законсервировать в мешочек, чтобы кислород не поступал, а потом дома законсервировать уже более основательно. Исследую сегодня здесь всю территорию, которая здесь на холме. Четко определил, что здесь, судя по всему, стояло два строения, потому что фундаменты отчетливо видны. Небольшой периметр такой. Одно здание побольше, другое поменьше. Мусорное, друзья, место. У меня полные карманы, проволоки, всякого барахла. То есть, сейчас принял решение копать только сигналы, которые более-менее за 40 хотя бы у них показания. Ближе к медиа, алюминия, валом просто. Уже полные карманы, девать это все некуда. И сейчас хороший сигнал, друзья, был. Ну, по крайней мере, есть вероятно, что это монетный. 27,45. Так что такой надо точно копать. Че-то выкопали, друзья, че-то есть. Облом. Облом века очередной. Металлическая какая-то фигня. Медная тоже. М-да. Ладно, берем светмет. Сейчас спустился с этой горочки. Вот здесь по полю походил. Находок вообще практически не было. Проволоку нашел там. Ключик маленький, железный. Выкопал. И сюда ниже спустился. У меня сигнал. Опять же, ближе уже к фундаментам. 11,39, 10,40. Такой. Разные. Разные показания. Сегодня у меня коп не удался. Немножко на первом месте. Медведь нас пугнул. Но зато здесь тоже. Сколько? Три штуки монеты нашли. Нормально. Так что лучше с медведем не связываться. Лучше переехать на другое место. Нежели быть съеденным, как говорится. Так, где наш сигнал? Так, ну вроде что-то здесь у нас. Есть мелкая монета, друзья. Мелкая монетка, наконец-то. То я уже, наверное, сейчас хожу вообще без находок. Ну, монета тонкая, явно видно, что уже испорчена. 1792 год, полушка. Смотрите, красота какая. 1792 год, полушка у нас оказалась с Георгием Победоносцем. Хорошее состояние, колыванская медь, как обычно. Но тоже, вот, в последнее время полушек очень мало становится. Копателей больше, монет меньше. Зависимость у нас такая. Ну, пока что на наш век, как говорится, хватит. В следующий раз я еще вовну тот фундамент обойду, где трава растет. Там, я думаю, тоже будет попробовать даже пошурфить. Ну, а пока вот такие монеты у нас попадаются. Сейчас практически прошел весь первый фундамент. Второй я сегодня, наверное, не успею пройти. Находок не так много, да, и непонятно, к сожалению, по ним, что здесь располагалось. Обычно, допустим, если много крестиков попадается, очень часто в этом месте, значит, располагалась баня. Веревочки перетирались, терлись, рвались, и крестики теряли как раз. Под пол это все падало, ну, следовательно, баня стояла. По монетам также можно многое сказать. Ну, сегодня, к сожалению, у меня версии вообще никаких нет, что здесь располагалось. Однако, вот, сейчас сигнал нашел. Гильза гнилая уже вся. Уже даже вся сгнила полностью. Ну, значит, здесь на этом месте оружие было. Вот такого плана гильзы. Обычная. Скорее всего, от винтовки Мосина. Калибр тоже не видно. Вот такая вот. Друзья, всем привет! Сегодня продолжается моя поездка в поисках монет с металлоискателем. Сегодня нахожусь я на урочище 18 века, где жили, по описаниям из статьи, обычные крестьяне. Занимались здесь, то есть, земледелием. Здесь огромные угодья. То есть, даже сейчас, вот, до сих пор здесь садят поля, пшеницы засажены. На противоположной стороне, там, сохранилось несколько избушек. Уже полуразваленных. Однако, здесь, где сегодня я буду копать, сохранились лишь фундаменты еще с советских времен. Походим, посмотрим, что нам удастся найти с металлоискателем. Здесь походил, бегло нашел несколько стрелянных гильз уже современных. Видимо, кто-то приезжает, то есть, на охоту, может быть, ну и по совместительству на поиск монет. Так что, сегодня здесь походим по этому интересному старому месту. Все, что, друзья, найдем, вам покажем. Так что, приступаем. Изучаю это старинное урочище. Хожу по фундаментам. У меня, друзья, была первая находка. До этого я накопал мусора. То есть, очень много гильз стрелянных встречается. Они очень отвлекают, грубо говоря. И, друзья, у меня была находка. Смотрите, какая красота. Это монета. В разломе у нас лежит монетка. Смотрите, вот, самый приятный момент в кладоискательстве, это когда из земли вот так монета у нас появляется. Вот впервые ее за огромное количество времени мы ее берем в руки. Так, ну и что, это у нас 2 копейки, судя по всему. Александровские, да? 2 копейки. Давайте посмотрим. Я думал, здесь монеты будут гораздо лучшего состояния. Но видно, что монета окисленная, сильная. Особенно участок, где год расположен. Ну, примерно 1820-1815-1818 года. Основная масса была выпущена в эти именно годы. Ну, тем не менее, находка есть в царских времен. Так что продолжаем дальше искать на этом интересном урочище. Спустился чуть пониже вдоль урочища, получается, вон сюда вниз. Тянулось оно. Дальше уже поле, к сожалению, идет. И оно засеяно пшеницей. Топтать мы фермеру не будем, конечно же. Но здесь вот на низу, возле фундамента, у меня был, друзья, сигнал на металлоискателе. Сигнал 1244. Как предыдущую двушку я нашел, такой же сигнал практически. Поэтому давайте его будем копать. Скоро здесь тоже сено скосят, получается, крестьяне местные. И можно будет повторно походить с металлоискателем. Так. Так, где-то здесь. Так, тесена. А, нашел, друзья. Это у нас не монета, но тоже полезная цель. Это кусочек от конской упряжи, то есть на ремне крепилось. Часто нахожу такие. Ну, тоже интересно. Крестьяне, видимо, лошадей запрягали, поля обрабатывали. И теряли их. Смотрите, кстати, какая вот яма огромная. Просто не закопанная кто-то, видимо. Но большой сигнал копал, крупный. Видите, огромная яма не закопана. Всегда закапываете яму. Мне часто пишут, ты не закапываешь ямы. Но я всегда призываю наоборот закапывать. А тем не менее, вот такие находки у нас попадаются. Сейчас продолжаю изучать территорию урочища. Хожу вот так полосками туда-сюда. Стараюсь захватить всю территорию, чтобы все сигналы копать стабильные более-менее. Вот здесь где-то я две копейки откопал и поднимался чуть повыше по линии. И, друзья, сейчас я вам покажу, что я обнаружил. Я немножко сейчас в недоумении. Вот здесь сигнал копал. И обнаружил вот такую, друзья, штукенцию. Это у нас связка колец. Связка колец медной проволокой связана. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать колец. Одиннадцать колец это. Нет, даже, смотрите, даже двенадцать, тринадцать, еще маленькие. И вот они внутри были. Проволока стянута. Раз, два, три, четыре. Пять, тут даже шесть. Шесть, шесть, семь, маленькая. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать колец, друзья. Вот это вот прикол. Вот это, как говорится, прикол. Жалко, золотых-то нету или серебряных. Но в то время и не делали серебряные, это практически. Проволочка стянута. Ну, скорее всего, друзья, вот, буквально, вот там я две копейки выкопал. Получается, вверх поднимался. И вот эта вот находочка меня тут ждала. Ну, сигнал у нее был не как у монет, как крестик обычный. Однако, вот, что здесь нас ждало. Скорее всего, зажиточный крестьянин жил. А может быть, знаете, это семейные кольца. Потому что раньше крестьяне жили большими семьями. Много детей было. Поэтому и, может быть, закопали или выкинули. Потому что, вот, смотрите, одно треснутое, например. Вот оно, треснутое кольцо. Ой, развалилось, ё-моё. Развалилось. Жалко. Где-то еще одно треснутое было. Ладно, не будем. Это историческая ценность. Интересно будет. Поэтому берем. Ладно. Продолжаем дальше. Сейчас изучу здесь всю территорию. У меня, друзья, очередной сигнал. 12.45 на металлоискателе. Ну, здесь земля потверже. Прямо такая плотная. Так, вроде где-то здесь. Ну, где-то здесь. Уже поменялся. 15.29 стал. Так. 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 Друзья, еще один сигнал. Кольцо. Еще одно колечко. Здесь точно? Может быть, крестьянин жил, который кольца делал? Сколько? 16 или 15 колец получается? Интересное место, друзья. Первый раз я столько колец нахожу за раз. Берем. Отличная находка. Изучаю это урочище. Уже, наверное, более трех часов. На улице у нас жаришка стоит. Конец июля. Получается, уже прошел одну сторону точно. Сигналов немного. Оно все копанное. И уже сюда вернулся опять снова вниз. У меня, друзья, была здесь находка. Судя по всему, монета. Так, где она? Вот она. Так, сейчас металлик выключим. Я уже, блин, камеру отключаю. Камера перегревается на солнце. Так, это у нас что? Сибирская? Сибирская копеечка, друзья. Копеечка сибирская. Блин, у меня вода кончилась. Здесь уже надо сходить за водой. Сейчас я попробую ее как-нибудь оттереть. Покажу. Вот такая вот копеечка. Сходил за водой, помыл монету нашу. Это сибирская копейка оказалась. Ну, в очень удовлетворительном состоянии. 1768 год вроде просматривается. Здесь вот она вся тоже лысая. Окисленная вся. Но, тем не менее, сибирские монеты мне всегда нравятся. Поднимать, находить с металлоискателем на старых урочищах. Вот такое вот здесь местечко. Но сигналов, друзья, немного вообще. Изредка лишь попадаются цветные, в том числе монеты. Это старое урочище, где располагались 15 дворов. Стоит в небольшой такой ложбине между холмов. Находок сегодня не так много, но интересный. Вот нашел кольца. У меня подозрение такое. Либо какой-то зажиточный крестьянин был, да? Ну, хотя медные кольца, какой может быть зажиточный крестьянин, да? Могли себе позволить обычные люди точно. Скорее всего, мастер какой-то, может быть, жил, да? А потом просто-напросто заготовки эти все связал. Ну, и, может, потерял. Может быть, выбросил, да, как ненужные. А, может быть, жила какая-то семья большая, и просто все собрали. Ну, и так же потеряли. Ваши версии, друзья, пишите в комментариях. Сейчас походил здесь, наверное, полчаса еще. Кроме вот 15 копеек 1961 года ничего не нашел. Также нашел вот гильзу, стреляну от мелкашки, и гвоздь. Тоже в цветнину на металлоискателе отдавал, не знаю почему. В следующий раз, когда уже осень, уберут эти поля с пшеницы, я попробую к тому домику пробраться. Я думаю, там тоже найдем, потому что старое место все-таки на карте, оно отмечено в 40-х годах. Тоже здесь это урочище было отмечено. Ну, и посмотрим, друзья, что нам удастся найти. Сейчас я еще поближе к машине подойду. Там уже более высокая часть, где дома стояли. Ну, и там с металлоискателем походим. Так что продолжаем дальше искать. Продолжаю изучать урочище. Здесь место почище. Опа, кстати, сигнал. 14.01. Стоит ли копать его? Ладно, сейчас копнем. Заметим, где он. Вот такое вот урочище здесь. Поднялся уже на самый верх. Здесь поле, к сожалению. Хотя тоже можно походить, я думаю, спокойно. Осенью теперь приедем сюда. Ну, что, друзья, давайте копнем этот сигнал. Посмотрим, что там у нас. Но сигнал явно не монетный. Что сверху, скорее всего. Хотят 12.05. 12.05. Сейчас как рубль золотой найдем. А, блин, фольга. Ну, частая находка. Большинство, к сожалению, такие сигналы копаются. Ладно, тоже находка, грубо говоря. Хожу по дороге вдоль этого урочище и границей между полем с пшеницей. И у меня, друзья, был сигнал очень хороший. 15.41. 15.41. 15.44. Здесь земля укатанная, блин, на дороге. Ну, здесь земля конкретная, блин, тверденькая. Ну, давайте смотреть. Ну, вроде выкопал. Вроде выкопал. Ну. Друзья, кольцевая деньга. Деньга кольцевая, ёпаса-те. Кольцевая деньга. 1805 год, друзья, офигенно. 1805 год. Вот такая, друзья, у нас монета попалась. Под катушкой металлоискателя кольцевая. Деньга 1805 года. Ну, орел более-менее просматривается, если ее видите по центру. Здесь буквы КМ. Колыванская медь. Давненько я кольцевушек не находил. Весной, по-моему, полушку я нашел последнюю. Вот это, друзья, монета. Ну, если кто не знает, эта монета порядка 10 тысяч рублей, по-моему, стоит. Я точно не помню. По каталогам надо посмотреть. Вот это находка, так находка, друзья. Это вообще, можно сказать, коп мой сегодняшний окупился. И поездка тоже в целом. Вот это урочище. Ну вот, может быть, перепахали. Вот здесь, наверное, межа была между дорогой и полем. Возможно, поэтому и пропустили ее здесь. Потому что иначе как пропущено, если здесь ходили и копано. Вот, как говорится, не знаешь, где найдешь. Ладно, продолжаем дальше. Здесь, на этом урочище, встречается довольно-таки большое количество фундаментов. Вот, например, один из них, вот, очень массивный такой, с валуном посередине. Может быть, там как раз-таки часовня стояла. Но дворы вот так туда вниз тянулись. Туда, туда, туда вот так шли. Вот так. Тут было их 15 дворов, как пишет статья. Много металла, мусора здесь встречается. Например, кольца от бочек. Очень много их здесь. Я вон на металл насобирал, наверное, уже килограмм 5-6. Тоже берем их. Ну и других находок пока что нету. Так что дальше продолжаем изучать фундаменты. Постепенно подхожу уже к машине. Прошел вот от того тополя, который за моей спиной стоит, ну метров 300, наверное. Всю территорию сигналов, кроме металла, мусора какого-то, вообще нету. И вот сюда, лишь под конец, ближе к машине, у меня все-таки назрел, как говорится, сигнал. И монета у нас выпала. Вообще битый-перебитый. Но однако мне сегодня все-таки повезло. Нашел кольцевую деньгу. Ну а это у нас 1,2 копейки 1892 или 1898 год. Вся зеленая она. Николай Второй, точнее. Небольшая монета. Николай Второй, это у нас 1,2 копейки 1898 год. Распространенная монета, недорогая. Но тем не менее тоже приятно находить, потому что, вот говорю, я отходил сигналов вообще практически сегодня не так много. Но зато вон там чуть пониже я нашел сегодня кольцевую деньгу. Неплохо. А вот такую сейчас монету тоже подняли. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я свой поиск монет с металлоискателем заканчиваю. На улице жара стоит. Итак, два дня я отходил с металлоискателем. Находки сегодня, друзья, нас порадовали. В прошлый выход не так было, а вот сегодня. Деньга кольцевая порадовала. И связка колец. Связка колец. Скорее всего, зажиточный крестьянин какой-то был. Может быть, просто мастер, который кольца из монет делает. Кстати, они, скорее всего, из монет сделаны, эти кольца. Так что, ваши версии, друзья, пишите в комментариях. Ну а мне остается с вами попрощаться. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok